Выкройки и технологию, как самостоятельно шить медицинскую противовирусную маску, Наталья легко нашла в интернете. Марлю и вату привезли активисты-волонтеры. В ход можно пустить любую плотную ткань, которая есть дома, например, хлопчатобумажную. Можно бывшую в употреблении. Ведь после того, как маска готова, ее все равно дезинфицируют. Стирают и гладят горячим утюгом. На пошив одного изделия уходит 20 минут. Я шью из трикотажа, потому что, во-первых, он у меня есть. Во-вторых, она более, на лицо садится более удобно. То есть вот она такая готова. Вот такая. В ней я хожу сама на улицу в магазин. И такие же дочные я шила сыну, снохе, соседке, подружке, в общем, всем. Вот. Я тоже взяла из интернета эту выкройку. Но ничего сложного нет совершенно. Это может сделать каждый. Над спецзаказом трудятся на дому три волонтера серебряного возраста. Первая партия – 100 штук. Средства индивидуальной защиты, многоразовое использование нужны добровольцам, чтобы продолжать оказывать помощь пенсионерам и нуждающимся самарцам даже во время карантина. Сейчас проходит акция «Мы вместе». Благодаря этой акции мы можем помочь пожилым людям. Людям, которые находятся на надобном обеспечении, не состоят в социальной службе. У нас сейчас действует штаб в Самаре, который тоже оказывает помощь. Благодаря волонтерам своим, которые там непосредственно находятся на телефоне горячей линии постоянно. Волонтеры помогают, могут помочь в оказании средств оплаты ЖКХ. То есть могут помочь в покупке лекарств, покупке продуктов первой необходимости. За день успевают шить 15 масок. Можно больше, рассказывают портнихи. Но бытовые швейные машинки не выдерживают нагрузки фабричного производства. Часто приходится останавливаться и делать техобслуживание. А время не ждет. Помощь самарским пенсионерам, которые находятся в изоляции, нужна каждый день. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.